К сожалению, в минувшее воскресенье сотый стрим открытой политики так и не состоялся. Мы трижды подключались и даже успели поработать в эфире минуту-другую, но каждый раз интернет у нас ложился. Надеемся, что удастся победить вот эту проблему с интернетом, которая началась не только во вторник, но уже, как выяснилось, и в воскресенье. Надеемся, что в следующее воскресенье мы сможем выйти с нашим юбилейным сотым стримом и очень надеемся на устойчивую работу у фанета в ближайшее воскресенье. Но предварительно, конечно, мы все протестируем. На этой неделе в очередной раз Хабиров переносит оперативное совещание с понедельника на вторник, и мы, соответственно, выходим с нашим очередным выпуском в среду. Вступительное слово к оперативному совещанию было на удивление кратким. Хабиров назвал минувший праздник 23 февраля величайшим праздником для Российской Федерации. Отметил, что согласно докладу министра внутренних дел республики в госсобрании, существенно в Башкирии снизилась уличная и общественная преступность. Не знаю уж, насколько дорогой Ради Фаритович относит это к собственным заслугам. Ну и сообщил в своем вступительном слове Хабиров о том, что он встретился с представителями киноиндустрии республики Башкортостан. Действительно, это значимое событие. В частности, Хабиров сообщил, что на этом собрании, на этой встрече он обсуждал с башкирскими кинематографистами феномен башкирского кино. Был такой обстоятельный разговор. Мы обсудили вот то, что мы называем феноменом башкирского кино. Очень интересный был разговор. Собственно, в моем представлении, как человека, не чуждого увлечения кинематографом, главным феноменом башкирского кино является рекордная стоимость в расчете на минуту готового фильма. Ну, собственно, тут, наверное, ни Голливуд, ни Болливуд конкурировать с башкирскими кинематографистами не в состоянии. Ну, если я вдруг не прав, и башкирское кино занимает существенное место в сознании наших граждан, напишите, пожалуйста, тогда нам в комментариях, не обращаясь к поиску в интернете, название башкирского фильма, который вы помните вот так вот навскидку. Я уж не говорю о том, если вдруг он вам понравился или запал вам в душу. Совершенно очевидно для меня, что Хабиров заигрывает с так называемой башкирской интеллигенцией, а все вот эти союзы башкирских кинематографистов, писателей, журналистов и прочих представителей творческих интеллигенций, так вот эти вот профессиональные союзы, существующие ныне, иначе как псевдоинтеллигенции точно назвать нельзя. Ну, и, в общем-то, страшно подумать, во что нам обходится вот эта дружба Хабирова со всевозможными кинематографистами и писателями. Ну, и, в частности, ну, как бы сколько денег из бюджета мы просаживаем вот на эту дружбу Хабирова со всякими писательницами или, например, со всякими Буракаевыми. Как водится, перешли к насущным проблемам, к проблемам ЖКХ и дорожного строительства. Голованова Ирина Александровна рассказала нам, что за минувшую неделю, за отчетный период, у нее случилась только одна авария с превышением перерыва подачи коммунальных услуг более чем на 8 часов, и то она произошла не в Уфе, а в Толбазах. Технических инцидентов в городе Уфе за минувшую неделю она насчитала 34, и коснулись эти инциденты 178 многоквартирных домов. Ну, собственно, по последним временам вполне себе средненькие данные. Голованова, кстати говоря, рискует себя перехвалить настолько, что впору будет, наверное, внепланово повысить стоимость коммунальных услуг, но нельзя же такое великолепие оставлять безнаказанным. Впрочем, я про себя отмечаю, что из цифр, которые докладывала Ирина Александровна, следует, например, что у нас на 30% снизилось количество дворников. По республике это, конечно, слегка настораживает. Министр транспорта и дорожного строительства Александр Владимирович Калибанов доложил о том, что за минувший период у него случилось 42 ДТП в республике, 57 человек пострадало и трое погибших. Всего за текущий год 46 человек погибло на дорогах Башкирии, что на 18 больше, чем за тот же период 23-го года. Рост погибших ДТП продолжается несколько недель подряд. При этом Калибанов официально отрицает столкновение поезда и скорой помощи в Стерлитамаке 19 февраля 24-го года, так как он в этот раз заявил, что на объектах железнодорожного транспорта происшествий не зафиксировано. Ровно ту же фразу произносил Калибанов и на прошлой неделе. Ну, я вынужден констатировать, что это наглое вранье, и для меня непонятно, зачем, например, Хабирову нужны доклады вот подобного качества, подобного уровня, если Калибанов буквально врет ему в глаза. Скорая помощь действительно пострадала в столкновении с поездом, и это действительно происшествие на железнодорожном транспорте. Далее заслушали доклад министра строительства и архитектуры Сидоркина Владислава Анатольевича на тему об итогах жилищного строительства в Республике Башкортостан за 2023 год и перспективах на 2024 год. Отмечу, что Владислав Анатольевич как-то подзадержался в этом статусе исполняющего обязанности. Что-то, видимо, сдерживает его начальство от окончательного утверждения его в должности министра. Ну да ладно. Сидоркин озвучил нам интересные цифры. Он показал динамику роста объемов строительства в жилищном секторе в Башкортостане. Начиная с 2020 года и по прогнозу 2024 года. В 2021 году количество квадратных метров, построенных в Башкирии, было 2,906,000. И это на 18% превышало результат 2020 года. В следующем году, в 2022 году удалось прибавить 5%, в 2023 году удалось прибавить 8%. И вот что примечательно, что в 2024 году планируемый рост количества квадратных метров, который будет построен в республике, составляет всего 1%. В 2024 году Сидоркин планирует возвести 3,350,000 квадратных метров жилья. Однопроцентный рост. При этом, что на 2030 год поставлен целевой показатель в 4 миллиона квадратных метров. То есть за 6 лет нужно преодолеть 20% рост в этом сегменте экономики, при том, что мы вот в этом году, может быть, достигнем 1% роста. Ну как тут что-то здесь не сходится. Согласитесь, либо придется какой-то там рывок сделать, или там скачок, или что мы там периодически делаем в своей отчетности. На самом деле сейчас на рынке жилищного строительства царит апатия. Ипотека задушена. Кредитные ресурсы, по сути, недоступны застройщикам. Коррупция в сфере распределения земельных участков запредельная. Ну и возможности использовать уже существующие сети, то есть вода, газ, тепло, канализация, эти возможности уже практически исчерпаны. Более того, существующие на данный момент сети перегружены теми новостройками, которые были возведены в последние годы. Ну а обустройство новых сетей, то есть подвод газа, воды, канализации, электричества и прочего-прочего, это, конечно же, резкое увеличение затрат застройщиков. Ну не забудем про то, что существенно подорожали материалы, огромный дефицит кадров в строительной сфере и так далее. Помножим все вот это на падающие уже 10 лет покупательский спрос и покупательскую способность населения, спад рождаемости, падение численности жителей в принципе как в стране, так и в республике. И понимаем, что даже рост в 1% в жилищном строительстве это, ну, чрезвычайно оптимистический, на мой взгляд, прогноз. И вероятнее всего, реально отрасль ждет или стагнации, или даже падения объемов строительства. Впрочем, я не сомневаюсь в том, что отчетность будет, как говорится, составлена как надо. Все будет хорошо. Надо будет и 4, и 5 миллионов напишут, и коровники, и все собачьи будки в эту статистику включат. Ну, статистика статистикой, а вот реальное жилищное строительство, это, конечно, вопрос серьезный. Сидоркин в своем докладе признал, что на 100% с проблемой обманутых дольщиков справиться не удалось. Исследовало это из той цифры объектов, которые были, как говорится, разрулены и решены, и той цифры объектов, которая была в сумме. Несколько объектов остались так еще и нерешенными. При том, что Хабиров в своем ответном слове, этот тезис категорически опроверг, он заявил, что задание Путина о партии и правительстве исполнено, и проблема обманутых дольщиков в республике Башкортостан решена полностью. Вновь хотел сказать спасибо коллективу Минстроя за эффективную работу по обманутым дольщикам. Вы знаете, это было поручение президента, мы его выполнили. Кто здесь, как говорится, господин Саврамша, надо разбираться. И, кстати, если среди наших зрителей и подписчиков есть люди, у которых еще не решена проблема обманутых дольщиков, напишите нам об этом, укажите, какой объект является еще нерешенным до сих пор. Продолжая свой доклад, Владислав Анатольевич заявил, что жители республики Башкортостан, по крайней мере, по его мнению, все меньше и меньше интересуются проживанием в отдельных квартирах, в многоквартирных домах, и все больше стремятся жить в отдельных домах. Ну, прямо скажем, спорный тезис, потому что спрос на квартиры в крупных городах, на мой взгляд, пока еще не падает, а вот строительство собственного дома – дело очень рискованное. Хайберов подытожил доклад Сидоркина весьма странным и, на мой взгляд, довольно-таки спорным тезисом. Он сказал, что сложно удержать цены, нельзя уповать на ипотеку, но нужно наращивать объемы строительства. Только это, как бы, поможет нам удержать отрасль. Ну, на самом деле, это взаимопротивоположные и противоречащие друг другу факторы. То есть, падение спроса, увеличение цен, отказ, по сути, от ипотеки, в том числе и льготной, со стороны государства – это все, ну, никак не способствует наращиванию объемов строительства. Это точно. Лучше бы Хайберов подумал, откуда застройщикам взять нормальные дешевые деньги и оборотные средства на то, чтобы дальше строить и строить в Республике Башкортостан. Далее последовал доклад, на мой взгляд, самый важный доклад, который был на этой оперативке. Об итогах капитального ремонта многоквартирных домов и комплексного благоустройства дворовых территорий. Доклад, естественно, делала Ирина Александровна Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства. Доклад был длинный, там много было повторов из того, что она многократно рассказывала, сколько двориков, как это все там с жителями, мило, прекрасно согласовывают цвета подъездов там и прочее, прочее, прочее. Это все замечательно, но мы это опустим. Я взял из этого доклада две основные цифры. Данные по 2023 году и план по 2024 году. Так вот, в 2023 году капремонту подверглись 662 многоквартирных дома. Это 3,3 примерно от общего количества многоквартирных домов в Республике Башкортостан. На все это было истрачено, внимание, 5,5 миллиардов рублей. То есть средний капитальный ремонт в каждом многоквартирном доме обошелся в 8 миллионов 300 тысяч рублей. А еще благоустроили 206 дворовых территорий на общую сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. И, соответственно, каждая придоворовая территория в среднем обошлась в 5 миллионов 800 тысяч рублей. В 2024 году у Головановой план отремонтировать капитально 727 многоквартирных домов, но на все те же 5,5 миллиардов рублей ассигнований. То есть, несмотря на удорожание материалов, на номинальный рост зарплаты в сфере ЖКХ и так далее, стоимость капитального ремонта квартирного дома в 2024 году будет на 10% ниже, чем стоимость капитального ремонта в 2023 году. Это в среднем. Ну, то есть напрашивается вывод. Или будут делать хуже, или будут делать меньше. Вообще, вопрос капитального ремонта жилища и эта проблема, она стара как мир. И главный вопрос в этой всей проблеме, за чей счет этот ремонт делать здесь и сейчас. В Республике Башкортостан, по разным данным, от 19 до 21 тысячи многоквартирных домов. И это от 53 до 63 миллионов квадратных метров жилья. Ну, извините, нет точного источника этих данных, и разные источники сообщают разные цифры. Ну, вот, от 19 до 21 тысячи домов. То есть, ежегодный сбор с примерно 1 миллиона 200 тысяч квартир, которые есть в Республике Башкортостан, сбор на капитальный ремонт составляет около 15 миллиардов рублей. Ну, теперь вернемся к докладу Головановой. Ирина Александровна рассказывает, что ежегодно, вот уже второй год подряд, она будет тратить и потратила на капитальный ремонт домов 5,5 миллиардов рублей. Ну, еще миллиард 200 она там на благоустройство. И еще там туда-сюда, значит, расходы, хорошо, 7 миллиардов рублей. Потратила Голована вот на это все. Ну, а куда делись еще 8 миллиардов рублей? Потому что собирают людей на капремонт в год примерно 15 миллиардов, а тратят 7. За 2023 год, как я уже говорил, капремонту подверглось примерно 3% многоквартирных домов. То есть, если будет такими темпами происходить все и дальше, то все многоквартирные дома в Республике можно будет капитально отремонтировать примерно за 30 лет. И к концу этого 30-летнего периода тех, кого отремонтировали первыми, уже снова будут требовать капитального ремонта. Бесконечная денежная карусель получается. Причем денежная карусель, приносящая по 8 миллиардов рублей ежегодно кому-то. Ну, 30 лет, несложно посчитать, 240 миллиардов рублей. И это, возможно, даже не предел. Ведь Госдума, например, сейчас рассматривает закон о существенном повышении сбора на капитальный ремонт с граждан в ближайшее время, может быть, с лета или с осени и так далее. Депутаты не перестают заботиться о нашем благе. Естественно, больше всех заботится об этом благе Павел Рылькович Качкаев, который, собственно, и изобрел вообще всю эту систему капитального ремонта в Российской Федерации. Вот с этими цифрами надо что-то делать. По-моему, нужно как-то что-то проверить. Или хотя бы Головановой научиться озвучивать цифры и объяснять, куда делись 8 миллиардов из 15, которые были собраны нам с многоквартирных домов, с миллиона 200 тысяч квартир в Республике Башкортостан. Если бы все средства, собираемые на капитальный ремонт в Республике Башкортостан, следуя вот этой арифметике, шли на капитальный ремонт, то в год можно было бы ремонтировать примерно 1800 на квартирных домах, а не 600-700, как запланировано у Головановой. Это даже по лукавым сметам, которые составляются в этой всей системе капитального ремонта. А если бы эти сметы не были лукавыми, если из этой сметы вычесть ту предполагаемую коррупцию, которая царит практически на всей территории православного мира, то тогда, глядишь, эта цифра могла бы дорасти и до 3000 многоквартирных домов в год, которые можно было бы благополучно отремонтировать за счет этих сборов. В общем, у нас очень большой вопрос. Куда деваются больше половины тех денег, которые собираются на капитальный ремонт в Республике? Далее последовал доклад о поддержке соотечественников в других регионах Российской Федерации и за рубежом. Я как-то даже вздрогнул, думаю, боже мой, вот проблему-то нашли. А дальше было еще смешнее. Докладчицей была Шафикова Амина Ивниевна. Я поставил на паузу трансляцию оперативки и задумался, ну, при чем здесь Шафикова-то? Или, может быть, поддержка соотечественников за рубежом может выражаться в песнях и плясках? Ну, для этого, на самом деле, достаточно радио, ну, может быть, телевидение. Зачем для этого содержать целое министерство песен и плясок? Как ни парадоксально, но мои предположения полностью оправдались. Из доклада Амины Ивниевны, который она делала по своему обыкновению на башкирском языке со стремительно летящими по экрану субтитрами, следовало, что поддержка соотечественников нынче это действительно расстановка юрт и всевозможных центров башкирских песен и плясок по сопредельным регионам. Что, собственно, обходится нашему бюджету в довольно-таки существенные десятки миллионов рублей. Ну, а также проведение бесконечных форумов, круглых столов, фестивалей и так далее, и так далее. Ну, все как мы любим. Конечно же, ни слова не было сказано о тех тысячах и тысячах грязных отщепенцев, которые уехали из республики Башкортостан и покинули Российскую Федерацию с началом специальной военной операции и теперь в отчаянии грызут кору деревьев в лесах около Еревана, Стамбула, Мюнхена, Пхукета и Вильнюса. Эти отщепенцы точно не дождутся от Шафиковой ни одного танца, ни одной песни или даже какого-нибудь захудалого круглого стола. Выслушав министра культуры, Хабиров отметил важность распространения башкирских песен, плясок и юрт на все пространство православного мира. Отдельно Радий Фаритович обратил внимание Шафиковой на необходимость грандиозного сабантуя в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Казани. Трепещи и Казань, к вам едет Шафикова. Не стану отнимать у вас время и рассказывать о том, как Хабиров хвалил в конце оперативки Почту России, как она прекрасно работает в Башкортостане и как он, Хабиров, сожалеет, что не в силах поучаствовать в финансовых процессах по ремонту почтовых отделений. Подробно об этом рассказывать на самом деле нет смысла. Это была очередная попытка наполнить оперативку хоть каким-то смыслом. Реальное содержание оперативок в последнее время неуклонно стремится к нулю. И, собственно, я предполагаю, что в какой-то момент, наверное, им самим станет понятно, что больше эти трансляции точно никому не нужны. Отмечу в очередной раз. На совещании правительства Республики Башкортостан в этот вторник ни слова не было сказано о специальной военной операции, о героях и о необходимости заботы об их семьях. Похоже, что согласно новой методичке, тема СВО уходит пока временно или навсегда на второй план. Не знаю точно. Видимо, скоро появится новый темник о величии вождя. В целом вождя. О незаменимости вождя в принципе. Ну, о прелестях, например, хаты с краю и о превосходстве любви к родине над нормальным питанием и медициной. Я не знаю, какие темы спустят из Кремля Хабирову, но вот уже какую оперативку подряд про СВО ни слова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова